всем привет на канале Лэшман сегодня мы с вами поговорим о том что вот уже пару недель обсуждают в первую очередь в немецком интернете и не знают как с этим быть а именно новый наш якобы будущий канцлер страны фридрих мерц сегодня он кандидат не сегодня завтра он уже вроде бы канцлер так ему пророчит вся партия и весь его альянс хдс хсс заявил буквально следующее для того чтобы восстановить экономику страны инфраструктуру улучшить развивать больше различных внешнеэкономических и политических связей нам нужны деньги а для того чтобы достать откуда-то деньги почему бы он даже успел посчитать не прибегнуть к помощи сбережений наших немецких вкладчиков то есть он предлагает он посчитал что на счетах сберегательных в различных банках в сберкассах и так далее у немецкого населения находится немало немного как три целых восемь десятых триллиона евро это чуть больше четырех триллионов долларов так вот фридрих мерц предложил выступая на партийном собрании своей партии следующее вот представьте себе говорит даже если мы только хотя бы 10 процентов от всей этой суммы изымем у населения под предлогом того что нужно подымать экономику и так далее это же какие огромнейшие деньги мы сможем строить новые школы детские сады новые дороги мы сможем укрепить нашу экономику я не знаю как честно вот честно я не знаю как было воспринято его заявление его однопартийцами но этими словами он забил еще один гвоздь в крышку своего политического гроба альянс ведь потерял блин очень много голосов на последних выборах локальных в бранденбурге причем очень хорошо потерял весь этот альянс взял по моему только 14 процентов голосов а вот а партия афд взяла 31 процент голосов это говорит о чем это говорит о доверии людей в первую очередь тем политикам которые ну в какой-то степени может быть болеют проблемами населения а может быть и нет может быть как популисты пытаются то есть просто добиться того чтобы получить как можно больше мест в парламенте мы этого пока не знаем но как все взрослые дети мы верим в сказки так вот представьте себе такую ситуацию оловка олов шольц наш канцлер звонит фридриху мерцу и говорит фридюня у меня тут такая мысль ты знаешь я вот посоветовался со своими боссами то они мне они мне дали такой очень хорошенький совет бомбануть все акции тебя как акционера компании black rock и вложить все эти акции твои и других политиков в развитии инфраструктуры нашей страны как ты на это смотришь естественно у фридриха мерца очки на лоб полезут от такого заявления сегодняшнего канцлера потому что он ведь считает себя ему на защищенным человеком то есть никто не сможет наложить лапу на его сбережения во многих офшорных счетах странах и так далее но вот на деньги обычных налогоплательщиков людей которые работая по 30 40 50 лет откладывают на сберкнижку деньги зная что наше правительство не особо чистое на руку и она от этой пенсии которую ты заработал 1400 то может быть и 1500 снимать будет себя еще налоги из потом из того что у тебя останется ты если ты в состоянии будешь обязан будешь платить за свою квартиру почему бы не сделать в стране как пример раз германия считается социальной кассой всей европы то почему бы не сделать германию примером для всех стран в мире всем людям которые вышли на пенсию обеспечить бесплатное жилье то есть чтобы государство переняла сумму за оплату коммунальных услуг и всей квартиры на себя люди ведь 40 или 50 лет работали не покладая рук на это государство и что в конечном итоге они заработали обычную пенсию из которой высчитывают налоги из которой нужно еще платить за квартиру а тут еще наш новый кандидат в члены пардон в канцлеры заявил такое вот скажем так безрассудство которое но ну не укладывается в мозгу нормального человека после того что он вот это сказал честно вот вы знаете я я не я не имел ничего против того чтобы фридрих мерц мог стать канцлером я вам уже как-то высказывал свою мысль о том что не дай бог ему стать канцлером война украины с россией не прекратится никогда это первый пункт второй пункт не дай бог ему стать канцлером потому что он чтобы население не возмущалась скажет вы неправильно поняли мы будем делать государственные облигации и у тех людей у которых на счету более тысячи евро у половины страны более тысячи евро у многих людей еще больше все эти люди должны будут 10 процентов от своих вот этих тысяч евро вложить в государственные облигации иначе ваш счет будет закрыт проценты уйдут государству а вам останется фиг да нифига на основе вот этого всего честно скажу вам уж пусть лучше на второй срок останется наш молчаливый вечно ухмыляющийся олаф шольц канцлером чем придет вот этот вот хапуга ну по-другому его не назовешь акционер компании black rock имеющий акции во всех крупнейших концернах мира управляющий по факту всеми этими концернами black rock купила всю территорию украины и война там если придет к власти фридрих мерц не закончится как говорили сенаторы американские до последнего украинца до сих пор многие не понимают что эти сенаторы говорили не хотят этого понимать но возвращаемся к нашему фридриху мерц он нам пророчит то что если мы будем добровольно вкладываться в нашу страну то мы улучшим инфраструктуру мы подымем экономику увольте к чертям собачьим роберта хабика и аналену бербок и всю эту зеленую мшелую компанию и тогда экономика страны пойдет вверх увольте их просто-напросто выбросьте их со всех министерств уберите их переизберите поставьте нормальных людей и все будет нормально почему у людей которые складывают себе на старость лет какие-то сбережения отбирать эти сбережения под видом каких-то там государственных займов облигаций каких-то там государственных беспроигрышных лотарей сказать честно я просто-напросто разуверился в том что этот человек может выполнить свои предвыборные не вот это вот обещание предвыборное он выполнить действительно он найдет лазейки для того чтобы прийти к решению и добиться цели в своей вот этой вот мечте как бы еще облапошить население страны чтобы она страдала еще больше не должны столько в гвинеи бисау или в папуа новой гвинеи или в мозамбике страдать немцы тоже должны немножко пострадать хоть чуть-чуть так лет 20-25 а фридрих мерц и его компания будут отлично пожевать хлеб наживать попивая виски со льдом где-нибудь на офшорных курортах за счет компании black rock кто там сказал элис вайдель в президенты то есть в бундесканцлеры она ни разу не говорила о том что нужно ободрать собственное население до последней корки как липку она ни разу не говорила о том что пенсионеры обязаны платить больше налога со своей пенсии среди них вот среди вот этой вот к компании среди этой партии афд есть люди которые да они утверждают что очень многих мигрантов нужно повыдворять отсюда естественно они говорят о тех мигрантах которые не работают работать не хотят просто получают свое пособие бегают здесь как нелегалы пытаются людей убивать резать насиловать вот это этих мигрантов они хотят избавляться ну естественно будут избавляться от тех кто годами здесь сидит на социале нигде не работая не важно имеет ли он немецкое гражданство или гражданство скажем так антрактиды ведь они же говорили в партии афд что независимо от того если у тебя двойное двойное гражданство кстати будет лишаться особенно у всех тех людей которые имеют немецко-российское гражданство им будут сразу предлагать так что матушка россия или фатерлянд выбирайте одно из двух кто выберет матушку россию им скажут пожалуйста чемодан вокзал россия так многие говорили в 90-е годы в бывших странах бывших вернее республиках союза здесь будут германии говорить вот эти вот функционеры афд но они ни разу не сказали о том что нужно с вкладов нашего населения бомбануть кучку бабла на развитие якобы экономики а вдруг придут вместе с ними к власти такие же зелено-желтые блин патриоты и скажут ой вы знаете мы вот были в парагвае там такие ужасные дороги давайте мы миллиардов двадцать впихнем в развитие автобана парагвае давайте и вложат наши денежки с вами а мы и дальше будем работать и вкалывать и надеяться на то что да хрен с ней стоит пенсия он себе на книжку на откладывал на откладываешь когда такие как фридрих мерц придя к власти блин снимут с тебя все до последних грязных трусов и даже этим не позарятся заберут и это блин в общем сколько у нас остается месяцев до генеральных выборов вот это вот были репетиции тюрингия саксония бранденбург это были хорошие репетиции это был показ воле изъявления народа германии а это было как бы скажем так генеральная репетиция перед выборами а вот что нам покажут выборы в бундестаг в следующем году вот путь просто интересно я конечно не скажу за кого я буду голосовать но вы наверное уже поняли потому в любом случае не зовут этих вот господ из cdu csu увы в партии csu есть хорошие люди но балом правит именно черный альянс вот это cdu csu а не csu cdu если было csu cdu то фридрих мерц просто держал бы язык между двух булок и канцлером кандидатом в канцлеров был бы маркус зёдер а так как главными в этом альянсе являются черные партия cdu то и им как говорится карты в руки но почему-то зёдер ничего не сказал на высказывание фридриха мерца коллега по альянсу он почему-то ни слова не сказал вот интересно что действительно тоже вот так вот стоит за вот эту идею облапошить свое население содрать с этого населения деньги для того чтобы пополнить карманы и счета каких-то отморозков из black rock в общем думайте кого избирать в следующем году но только не cdu csu и уж точно не спд думайте хотя выбор остается уже однозначным в общем не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий сделать анализ услышанного и увиденного ну и не болейте всем удачи пока